Популярен миф, что MidJourney скоро сможет заменить представителей множества профессий, связанных с дизайном. Но любым искусственным интеллектом должен управлять человек. Так, например, пользователи Click.ru могут за несколько минут создавать в MidJourney оригинальные креативы для своих целей и экономить время и деньги. Рассказываем, как работать с MidJourney, чтобы искусственный интеллект стал вашим другом, а не врагом. Всем привет, меня зовут Сергей Карпухин. Хайп на нейросети несколько спал, но одновременно с этим они уже вошли в инструментарий профессионал. Вы уже используете MidJourney для работ? Пишите в комментариях. Чтобы начать пользоваться MidJourney, нужно зайти на сайт midjourney.com и нажать на кнопку Join the beta в нижнем правом углу. На сайте также можно найти информацию про нейросеть, условия использования и галерею с работами пользователей, обновляющиеся в реальном времени. Вы попадете на Discord-сервер и сможете взаимодействовать с нейросетью. Потребуется ввести логин и пароль или пройти быструю регистрацию. Затем вы попадете в общее пространство. Можно без проблем работать и в нем, но чтобы не потерять генерации, надо добавить бота на свой сервер. Там будут храниться все картинки. Второй шаг – создание сервера. Кликаем по кнопке со значком «плюс», на левой панели создаем свой сервер, в окне «Create» и «Server» выбираем свой шаблон «Create my own» для меня и моих друзей «for me and my friends» и указываем имя сервера. В третьем шаге переходим уже в сам чат. Кликаем по белой иконке с кораблем в левом меню, чтобы перейти в чат-миджор. Там сообщения разработчиков об обновлениях. Надо перейти в раздел «Newcomer Room», блок для новых пользователей и выбрать чат, наименование которого начинается с «News». На четвертом шаге подключаем бота к серверу. В правой части экрана отображается список участников чата. Если их не видно, нужно нажать на значок с людьми в правой части верхней панели. Сначала показываются члены команды, а под ними подключены к чату «Миджорни-бот». Нужно нажать на название бота, чтобы добавить его на созданный сервер. В этом же окне видны основные команды, с помощью которых можно управлять ботом. О них мы еще поговорим подробно. В открывшемся окне кликаем по кнопке «Добавить на свой сервер» и выбираем его в отпадающем в списке. Нужно согласиться с настройками и нажать «Продолжить» или «Continue». Значок сервера появится в столбце под иконкой личных сообщений. На собственном сервере кликаем по значку «Плюс» слева от поля ввода текста внизу экрана, а потом по строчке использовать приложение «Use Apps». В открывшейся списке в столбце слева отображаются все подключенные боты, в том числе и «Миджорни». Ну а на пятом шаге давайте изучать команды. Так как «Миджорни» — бот, то нужно давать команды с помощью текстовых операторов. Подсказки появляются, если в текстовой строке написать «Слэдж». Под может сам достраивать слова оператора по мере набора текста. Команда служит для создания изображений, настройки параметров по умолчанию, получения информации о пользователе и выполнения прочих полезных действий. Ask задает боту вопрос о нейросети. Например, Ask Subscription показывает страницу с вариантом подписки, а Ask Relax рассказывает о том, как использовать режим Relax. Blend — позволяет загружать несколько изображений и смешивать друг с другом. Текст не нужен. Describe — позволяет загрузить изображение и получить к нему четыре варианта промпта. В конце каждого варианта числа обозначают соотношение сторон изображения. Под картинкой есть кнопки 1-4. Кликнув по кнопке, пользователь отправит на генерацию запрос под этим номером. Fast — переключает в быстрый режим генерации. Изображения создаются в течение 30-60 секунд, но тратятся минуты тарифа. Help — показывает список ссылок на документацию и факт на сайте Majority. Imagai — создает изображение на основе текстового запроса, то есть prompt. Мы еще расскажем подробнее о команде. Info — дает информацию об аккаунте, где Subscription — дата следующей оплаты и тип подписки. Visibility mode — режим приватности. Fast time remaining — остаток времени по тарифу в минутах и процентах. Lifetime usage — статистика использования за все время в картинках и часах. Relaxed usage — та же статистика для генерации в режиме Relax. Queue added jobs — Relax and fast — количество задач в очередях. Running job — количество задач в очередях и текущий запрос, если изображение генерируется прямо сейчас. Invite — генерирует ссылку для приглашения других пользователей. PreferOptionSet — позволяет сохранять комбинации параметров. Пресет при этом можно вызвать по указанному при сохранении имя. PreferAutoDM — включает и отключает функцию, при которой бот автоматически отправляет результаты запросов в личку. PreferOptionList — показывает список всех сохраненных пресетов и их значений. Можно иметь до 20 сохранений. PreferSuffix — позволяет сохранить размер и соотношение сторон изображения, чтобы не писать каждый раз. PreferRemix — включает или выключает режим Remix. В этом режиме до создания вариаций бот открывает окно с первоначальным запросом. Его можно изменить. Изображение, выбранное для создания вариаций, будет применено для нового запроса. PreferVariability — включает и отключает повышенную вариативность. Можно отключить режим, повторно выполнив эту же команду. Public — переключает в публичный режим генерации. Все генерации становятся доступны всем посетителям на сайте midjourney.com, даже если пользователь общается с ботом на своем сервере или в личных сообщениях. Включен для всех режимов, кроме корпоративных. PreVate — переключает из режима Public. Shorted — анализирует prompt и сокращает его. Предлагает несколько вариантов. Show — показывает выполненное задание на основе JobID. Это идентификатор каждой задачи на генерацию. Его можно получить в личных сообщениях, отправив реакцию с конвертом на созданные изображения. Также JobID доступен на сайте midjourney в личном кабинете. Ответом на команду будет точный запрос с параметрами и изображением. Relax — переключает в режим Relax, который не тратит GPU минуты. Settings — открывает окно настроек midjourney. Будут использоваться по умолчанию, пока пользователь не поменяет их. Ну а подробно поговорим в следующем шаге. Stealth — переключает в режим невидимости. Изображения не сохраняются в галерее, их не видят другие люди. Доступен только для корпоративных тарифов. Subscribe — создает ссылку на оплату. Turbo — переключает в Turbo режим. UserID — выводит ваш ID. На сообщения бота можно также ответить с помощью эмоджи. Этот отменяет генерацию, если не завершена, или удаляет сгенерированные изображения из галереи в личном кабинете на сайте midjourney. Этот позволяет получить текст запроса, jobid, seed и все сгенерированные изображения в личику. Если запросили сохранить видео генерации, то в сообщении будет ссылка на ролик. Ну а этот эмоджи добавляет работу в закладке. На шестом шаге — настраиваем midjourney. Как мы и сказали ранее, команда settings открывает поле с настройками генерации, качества, приватности и т.д. В окне можно выбрать. Версию midjourney лучше использовать 5.2, последнюю на момент написания этого видео. По сравнению с предыдущими версиями, она выдает изображение с большей дефоризацией, более высокого разрешения и лучше понимает запросы. По умолчанию изображение генерируется именно в ней. Nidja — режим рисования в стиле манги и аниме. Nidja — совместимый алгоритм Midjourney и Spellbrush — создатели первого генератора аниме персонажей с искусственным интеллектом. Стоит включать настройку, если необходимо создавать изображение только в таком стиле. Если модель нужна для одной генерации, лучше использовать в запросе параметры Nidja 5. Stylikes — степень художественной выразительности изображений. Чем выше уровень выставлен в настройках, тем свободнее стилизация изображений. Доступны 4 значения — от низкого — low, до очень высокого — very high. При высоких значениях стилизации нейросеть создает красивые, компонизационно верные картинки, с хорошим цветом и цветом, но может не точно следовать запросу. Эффект бывает интересным, но управляет фантазиями Journey довольно сложно. Лучше использовать Stylize Med или Stylize High. Public Mod — публичность. Public Mod включен по умолчанию. Сделать работы недоступными для публичного просмотра можно только на корпоративных тарифах. Скорость генерации. Fast Mod — включен по умолчанию. Turbo Mod или Relax Mod. Remix Mod — возможность изменить запрос при создании вариантов генерированного изображения. Позволяет получить на его основе похожую картинку с другими объектами. High Variation Mod и Low Variation Mod — вариативность. Mid Journey создает сразу четыре изображения, и этот параметр выделяет на то, насколько они будут похожими друг на друга. Лучше ставить высокую вариативность, то есть High Variation. Raw Mod — режим без обработки. В моделях Mid Journey 5.1 и 5.2 можно генерировать красивые изображения даже по минималистичному запросу из двух слов и придерживаться эстетиками джора. Для отключения функции предназначена кнопка Raw Mod. Новичкам не рекомендуется включать настройку, а опытным пользователям нейросети — отключать ее. Для создания изображения нужно ввести команду slash-imagi, а затем в появившемся поле prompt около командной строки написать запрос. Чем подробнее запрос, тем больше нужных деталей включат в изображение нейросети. Клик по клавише Enter — отправит задание. Запрос можно вводить только на английском языке. Процесс создания изображения в реальном времени. Мы не будем останавливаться подробно на основных требованиях prompt и общей логике построения запросов для нейросетей по генерации изображений, а об этом есть отдельное видео на канале. Разберем только специфику Mid Journey. В Mid Journey есть короткие команды, которые можно добавить к запросу и усилить стилизацию, быстро поменять разрешение сторон изображения, увеличить абстрактность и прочее. Сначала параметры. Параметр Aspect определяет соотношение сторон. По умолчанию изображения создаются один к одному, но размер можно изменить и создать картинки в других форматах. Для этого надо прописать команды. V — ширина картинки. Работает лучше, если значение кратно 64. H — высота картинки. Аналогично. Работает лучше, если значение кратно 64. AR — желаемое соотношение сторон. Используется вместо ручной настройки высоты и ширины. Через Edge и Double. Например, параметр AR 16 на 9 включает соотношение сторон. Да, 16 на 9. Если нужно указать пользовательский размер картинки, можно использовать команду VXHI. Настроить любые соотношения нельзя. Можно выбрать стандартные значения разрешения. Также можно задать выходное разрешение через слова вроде 4K, 8K, PhotoReel, UltraDetail и т.д. Параметр Chaos повышает степень абстракции в запросе. Диапазон от 0 до 100. Чем выше значение, тем оригинальнее результат. Вот что создавание рассеть по запросу. И код не у окна, и не везде он рыжий, а на одном изображении заданное требование не соблюдены вообще. А вот результат по промпту со значением хаоса 0. Он совершенный. Параметр Ninja. Позволяет сгенерировать изображение в стиле аниме и марки. Мы уже говорили о нем ранее. Параметр Stylize. Число. Влияет на степень применения художественного стиля к изображению. При низком значении стилизации результат будет более точно отвечать запросу, но иметь меньше художественной выразительности. При высоком значении стилизации изображение будет очень художественным, но менее связанным с подсказкой для стиля. Диапазон от 0 до 60 тысяч. Ну вот, например. Параметр Q. Влияет на качество генерации и затрачиваемое время. Чем выше значение, тем дольше генерация, но детализирование картинка. Также для создания изображения с высокой детализацией нужно больше минут вычислительной мощности графического процессора, т.е. GPU. Если вы показываете нейросети пример, то команда IW и далее число задает степень сходства изображения. Можно ввести значение от 0.5 до 2. Значение по умолчанию 1. Подпись V позволяет задать, какая версия Majorney будет создавать картинку по промпту. По умолчанию стоит последняя модель. При указании параметра No Majorney будет избегать заданных объектов. Например, в запросе Fried Chicken No Soul система создаст изображение с жареной курицей без соуса. Можно сохранять видеогенерацию изображения. Для этого надо добавить к промпту видео, а потом с помощью эмодзи письма попросить нейросеть присылать ролик в личную. Параметр W добавляет необычные особенности в создаваемое изображение и позволяет экспериментировать. Диапазон от 0 до 3000. По умолчанию 0. Параметр Repeat или R позволяет запускать задание несколько раз. По умолчанию каждое изображение получает случайное значение seed, но с помощью параметра seed можно задать конкретное значение. Если использовать один и тот же seed, то и результат будет примерно одинаковым или в одном стиле. Допустимый чисел от 0 до аж вот этого. Чтобы узнать, какой seed был в последней генерации, нужно отправить эмодзи конверта в ответ на результат. Параметр Stop позволяет прервать процесс генерации на более раннем этапе и получать результаты с меньшей детализацией и четкостью. Диапазон от 10 до 100. По умолчанию значение 100. Параметр Tile можно добавлять для создания бесшовных паттерн. Генералируется только одна плитка. Синтексис. Запятая разделяет части предложения и помогает нейросети понять, где заканчивается одно условие и начинается другое. Когда пользователь ставит запятую, он позволяет нейросети быть более гибкой и по-своему интерпретировать каждую часть промпута. Двойное двоеточие указывает нейросети об изменении смысловой части запроса. Например, по промпту вот такой результат. Кроме того, можно добавить число, то есть вес после двойного двоеточия и указать важность конкретного параметра относительно других параметров в запросе. По умолчанию вес каждого слова из запроса равен 0.25. Если, например, написать в запросе для нейросети red6cat5, то у слова red весь будет больше, чем у cat. Если указать негативные веса, например, red-1cat1, то код перестанет быть рыжим. Дополнительные параметры. В промпте MidJourney можно задать стиль, настройки освещения, времени суток, камеры, погоды и прочее. Параметров очень много. Разберем некоторые на этом промпте. 1. Ракурс. Можно получить как вид с высоты птичьего полета, так и портрет. Когда нужно получить изображение с прямой перспективой, стоит дополнительно указать looking into the camera или full face. Однако MidJourney часто сама создает именно такие ракурсы. Если нужен вид сверху, самые простые варианты BirdEyeViewPhoto или DroneShotPhotoOff. Варианты похожи, но могут варьироваться исходя из запроса. 2. Угол. Можно немного приподнять угол обзора с помощью ввода указания HighAnglePhotoOff или опустить камеру через a hip-knee-ground-level-shot-off или ViewFromBelow. Если нужен определенный угол обзора, можно использовать им профайл ThreeQuarterViewBackView. Вот здесь мы добавили BackView. 3. План. Можно сделать портрет, взять средний план, создать изображение в полный рост или издалека. Для этого нужно добавить в промпту CloseUpShot или CloseUpFoto, MediumFullFoto или Shot, FullBodyFoto или Shot или FullFotoShot. Если надо изобразить несколько объектов целиком или которые видны издалека, можно использовать ViewFromAppair, LongFoto или Shot, а также AlightFoto или Shot. Важно не добавлять запрос, противоречащий друг другу описанию. Например, нельзя получить и вид издалека, и довольную мордочку с высокой детализацией шерсти. 4. Освещение. Тут все предельно просто. Надо указать в запросе источник света или временной интервал, который нужно получить. Например, Daylight, Sunny Afternoon, Backlighting и т.д. 8. Редактируем и сохраняем результат. Под изображением есть кнопки. Кнопки U масштабируют картинку, создают увеличенную версию выбранного варианта. Кнопки V создают новые варианты выбранного изображения. Картинки выполнены с той же композиции и в том же стиле, что и понравившийся вариант. 9. Кнопка Обновить создаёт новые изображения под тот же запрос. 10. После масштабирования изображения через U появится новый набор параметров. 11. Веб открывает изображения в галерее пользователей на сайте Миджор. 12. Эмодзи Сердечко отмечает понравившиеся изображения, чтобы легко найти их в галерее Миджор. 13. Зумаут позволяет отдалить созданные изображения, дорисовав ему крылья. 14. Напоминает генеративную заливку вода в Каташок. 15. Нужно выбрать степень отдаления и нажать соответствующую кнопку. 15. Кликать по кнопке можно сколько угодно раз, но поскольку запрос не меняется, есть вероятность, что изображение начнет повторяться. 16. Custom Zoom позволяет не только задать степень отдаления, но и отредактировать запросы. 16. Make Square дорисовывает изображение и меняет его форму. Делает квадратное из прямоугольного, и если картинка и так квадратная, кнопки вообще не будет. 16. Very Strong и Very Subtop создают варианты сгенерированного изображения с указанием, насколько сильно они будут отличаться от исходных. 16. Very Strong носит более сильные изменения в вариации, а с Very Subtop изменения почти незаметны. 16. Very Region позволяет выделять и изменять конкретные области сгенерированного изображения, не затрагивая всю картинку. 16. Устроивший у вас результат нужно открыть в новой вкладке браузера и сохранить. 16. Ну а на этом у меня все. До новых встреч!